МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно во вторник лечит всего научиться чему-либо, чего бы не было новому. Подумайте, какие ответы были наиболее популярными на следующий вопрос. Чему бы вы хотели, чем бы вы хотели заниматься? Я вам дам 5 секунд на обдумывание вариантов ответа. И поехали. Первый вариант ответа – летать. Второй вариант ответа – танцевать. Дальше, как это не было бы странно, петь. Четвертый номер – играть на любом музыкальном инструменте. Ну, популярный, самый популярный музыкальный инструмент – это, конечно же, гитара. И последний вариант – это рисовать. На последних трех ответах мы с вами остановимся чуть-чуть подробнее. Начнем по порядку. Итак, сегодня у нас в гостях Фролова Яна. Это преподаватель эстрадно-джазового вокала и Петров Еремей. Это преподаватель по классу гитара. Здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы занимаетесь? Вот вы вокалом, а вы игрой на гитаре учили? Ну, 7 лет уже. 7 лет? Больше пяти. Не буду задавать такой вопрос, все ли могут научиться петь или играть на гитаре. Как долго нужно учиться, чтобы уже можно, чтобы не было стыдно, допустим, спеть в караоке по вашему опыту? Ну, я думаю, что это долго. Все-таки долго? На самом деле, да. Как долго? Ну, два года, например, у меня только голос устанавливался. И чем дольше устанавливается голос, это мое мнение чисто, тем лучше потом он впоследствии будет работать. Если быстро, все скомканно, сжато, потом будут последствия не очень. Я так считаю. Понятно. А с гитарой все чуть лучше? Стоит дела или так же два года? Ну, с гитарой, ну, у нас же, как бы, минимум учатся как за один месяц, да? Конечно, но за один месяц реально научатся. Но это надо еще больше практиковаться, чтобы еще лучше играть. В общем, один месяц, два месяца хватит, чтобы что-то простое сыграть. Но чтобы стать настоящим асом, гитаре нужно больше времени. Да, больше времени нужно уделить. Да, я тоже имела в виду, чтобы стать асом. А, понятно. А чтобы просто в караоке спеть, чтобы не было стыдно, чтобы люди не убегали из зала в этот момент. Ну, если интенсивно заниматься, ну, за полгода, наверное, будут какие-то подвижки, я думаю. А как заниматься? Что нужно делать? Что вот наши телезрители в данный момент сидят, допустим, на диване, могут сделать сами? Какие упражнения есть, допустим? Для постановки голоса? Ну, самое первое, да, это вот я немножко покажу, да. Это поставить голос на опору, да. Опора у нас... Расшифруйте. Это диафрагма. Вот здесь у нас находится мышца, которая управляет голосом, да. Если она не накачена, эта мышца, то голос будет слабый, мы не сможем им управлять. И первое такое упражнение, для всех, которое простое оно, да. Мы набираем воздух сюда. В смысле, вниз, наоборот, да? Да, под ребра, вот сюда вот. Набрал. Раз, ребра раздвинулись, да. И выпускаем на... Да, это можно делать... Дорогие телезрители, тоже можете встать и повторить. Вот, конечно, абсолютно правильно. Это можно делать как насос, например. Давайте встанем, вдохнем поглубже и... Встать хорошо на опору, да. Взять дыхание сюда. И очень интенсивно, да, качать, качать, качать. Таким образом мы качаем какие-то особые мышцы. Мышцу, да, диафрагма. А, допустим, если просто пресс качать, это не то. Это совсем другие мышцы. Это не то, да. У профессиональных певцов эта мышца, она толстая, накачанная такая, ну, натренированная. У любителей она тоненькая. Это те мышцы, которые управляют легкими, я так понимаю, да? Да, вот здесь вот. Хорошо, ну, допустим, вот мы каждый день качали мышцы наших. Легких, что делать дальше? Что можно сделать? Мы не только качаем, я, например, лично сразу со звуком это практикую. Не то, что просто, нет музыки никакой, просто техничной. Продемонстрируйте. Ну, например, я делаю так, например. И пошли по всем, по всем. Давайте вместе со мной. Да, примерно так. Так, хорошо. Еще какие-то, может быть, секреты у вас есть? Ну, как, кстати, проходят уроки. Вот я, допустим, пришел к вам на занятие, ничего не умею, ничего не знаю. Мы начинаем сразу с постановки голоса. Да, конечно. Если не поставить голос, то это будет человек петь на связках, а это очень вредно. Образуются узелки, и потом их очень трудно избавиться от этого. Они даже не удаляются. Хорошо, помимо постановки голоса, с чем еще можем заняться? На уроки, да? На уроки. Ну, обычно я как спрашиваю, что вы ждете от этого занятия, да? Кто-то хочет в караоке, кто-то хочет действительно профессионально заниматься, да. Поэтому дальше я смотрю, какие способности у человека, вот, с чего начать. И потом мы начинаем уже непосредственно. Он может что-то исполнить, спеть. Я смотрю, какие недостатки, зажимы есть где сразу же, да? Ну, как, допустим, с зажимами бороться, с какими упражнениями можно? С зажимами, да? Ну, можно вот хорошо помогает это зевок, просто позевать. Ой, все, горло. Там, да, и уже расслабление идет. Зевок заразный, у нас передача будет еще в повторите вечером, поэтому... Могут уснуть, да? Вообще любые вот такие встряхивания, потряхивания, или вот просто повороты корпусом. Ой! Ничего страшного, ничего страшного. Простите. Так, ну, гитаре мы чуть-чуть позже повернемся. Я не увидела, что там гитара стояла. Так, повороты корпусом зачем? Да, просто чтобы расслабиться, потому что у человека зажимаются обычно вот руки, он вот так вот делает повороты. Обычно все, да, зажатые люди часто приходят. Поэтому их нужно научить первое, это свободно, естественно, свое тело держать, да, чтобы оно не было лишних мышц, не включались лишние мышцы. Нужны только те, которые нам нужны для вокала. Понятно. Ирмей, вы тоже петь умеете? Ну, мы... У нас, да. Вот, ну, так. Просто, да, или нет? Умеете петь или нет? Да, да. Учились специально этому, да? Да, учился. Я кончил Якутский педагогический колледж, и там у меня, ну, музыкальное отделение я закончил. Хорошо. Вы сказали, что за месяц, в принципе, можно научиться каким-то азам, какой-то простой мелодии. Да, простым песням и мелодиям можно научиться. Итак, что можем делать? Так, давайте, может, куда-нибудь сядем хорошенько, чтобы я вам показал. Давайте, хорошо, давайте сюда присядем. Итак, наши телезрители тоже будут сейчас учиться вместе с нами. Я скажу по секрету, что эту гитару я приобрел где-то два года назад. Планировал вплотную заняться игрой на гитаре, но, к сожалению, это все как-то ушло в небытие. Ну, сегодня успеем только простую мелодию, да? Как держать гитару? Да, просто ставим на правую ногу. Можем, если неудобно, да, можем ногу на ногу поставить. Смогу ли я? Да, вот так, чтобы было удобно. Хорошо. И гриф должен быть вот чуть-чуть повыше. Делаем, что дальше? Так, ну, сидим прямо. И так, теперь мы выучим простую мелодию, да? Сегодня не успеем, такой хорошей мелодии, да? Вот выучим вот такую простую мелодию. Вот. Кром-то? Да, знаком-то. Играется только на одной струне. На одной струне? На одной струне. Очень хорошо. На шестой струне только играется. Это сверху или снизу считается? Снизу. Сама маленькая? Да, самая тонкая струна, это у нас первая струна. Та самая толстая, да, вот эта шестая струна будет. Хорошо. На первой струне играем? На шестой струне. Ой, извините, на шестой, да? На шестой струне. Теперь играем шестую открытую. Вы сказали открытую? Открытую. Это ничего не берется. Просто играем вот здесь. Шесть. Ага. Теперь зажимаем на третий лад. Шестую струну. Три. Третий. Это вот раз, два, три. Третий лад. Шестую струну держим. Потом пять. Это не так легко. Нет, отпускаем просто. А, отпускаем. Да, отпускаем. Пятый лад. Теперь повторяем. Ноль, три, ноль, пять. Три, пять. Теперь ноль, три. Сейчас скотчик. Ноль, три, пять. Круто. Очень хорошо. Теперь ноль, три, шесть, пять. Шесть это шестой лад. Шестой лад. Вот, ага. Потом пять. Обратно. Чуть-чуть не попали. Шестой лад. А, вот шестой? Шесть, пять. Да. Теперь это соединяем. Ноль. Ноль. Три. Пять. Ноль. Ноль. Три. Три. Шесть. Шесть. Пять. Пять. И концовка осталась. Ноль. Три. Пять. Пять. Три. Три. Ноль. Ноль. Все. Вот, и получается у нас... Да, очень легко. Ха-ха-ха. Вот это, вот. Набрал, набрал. Раз, два, три. Раз. Вот, за пару минут, ну, сложно будет научиться. Ой, я вот собрал. Для этого нужна практика. Все равно. Все равно практика нужна. Мастер-класс можете показать? Ну, без вокала, пока просто. Что вы умеете делать? Так. Какие мелодии? Мелодии? Сам я ничего не умею, потому что, поэтому попрошу вас сделать. Отрывок могу попростой, да, показать? Круто. А вот, допустим, в вокале мы уже какие-то упражнения сделали. Для игры на гитаре есть что-то подобное, что нужно, чтобы, допустим, не забыть, что можно повторять? Ну, обычно мы учим, ну, даем мелодию, да, например, когда к нам приходят учиться, вот даем какую-нибудь определенную мелодию и разучим, разучим и даем задание на дом. Да, это обязательно. Постоянно нужно повторять, чтобы не забыть. А то руки забудут? Это не как игра, изда на велосипеде? Нет, это нужна постоянная практика. Вот у пальцев есть одно, да, как бы они быстро привыкают, но быстро отлывают, поэтому нужно постоянно практиковаться. Вот как минимум в день 30 минут уделить надо инструменту, 30 минут хотя бы. А у вас есть какая-то своя любимая мелодия? Мелодия? Ну, не знаю, вот, я вот эту. Руки хотят тоже присоединиться и помочь вам в этом, но я подозреваю, что я смогу сделать только... Вот, ноль, три, пять, три, три, ноль. Почти запомнил, да? Вот, выучили же, да, выучили. Значит, не зря, значит, не зря старались. Как долго вы учились играть на гитаре? Я учился три года, а потом уже... Сразу второй вопрос. А как долго петь учились? Петь я начал с детства, ну, где-то в восьмом классе. Можете нам спеть в большую отрыву? А на каком языке, например? На русском. На русском. Я твои голубые глаза Рисовала в ушах тетради Ну, а под номером пять в нашем листе желание было желание научиться рисовать. Ну, и, кстати, рисовать может научиться каждый. В этом уверенны две очаровательные девушки, с которыми я хочу вас сегодня познакомить. Это сейчас со мной в студии художница, студентки Аги Ки, Хохлова Сардана и Амеркель Луна. Добрый день. Или добрый вечер, смотря во сколько нас будет сегодня смотреть. Итак, все же могут научиться рисовать. Да, все могут. Ну, как долго нужно рисовать, чтобы практиковаться в рисовании, чтобы, допустим, научиться рисовать человека? Мне кажется, это самое сложное, да? Да, человека рисовать самое сложное, потому что нужно улучшить перспорции. Существует, конечно, множество правил, такие как перспектива, как позиции. Ну, мы учимся в АГИКе, у нас в период обучения 6 лет. Ну, это, конечно, для профессионалов, а для любителей, конечно, это может быть чисто как хобби. Ну, я думаю, недели за две, за месяц, в принципе, освоить можно. А за 10 минут? За 10 минут, ну, я могу попоноваться. А за какие-нибудь, да? Хорошо, давайте перенесем нас в трехножни в центр. Так, как встать? Лучше так вот встанем. А, да, хорошо. Вот так? Нет, так, как вам удобно. Вот так, наверное, встанем? Да, так нормально, в принципе. Хорошо. Итак, что мы делаем? Как начинаем вообще? С чего начать? Держите, так. Я должна научить вас. Кстати, у нас модель будет непростая. Сегодня у нас в гостях очаровательная и одна из талантливейших актрис русского театра, Александра Антихова. Здравствуйте. Скоро к вам подойдут, но пока мы вас нарисуем. С чего начать? Ну, я думаю, мы с вами должны поймать сначала формусом, так что, наверное, с вами начнем. Я тут вам место оставлю, чтобы вы тоже потенцировались. Поэтому сначала мы... Вообще единственное измерение является голова человека. Раньше стандартные были меньше. Сейчас одна голова, где-то входит 8 голов человека, если он стоит, в нас это входит. Понятно, хорошо. А здесь мы как бы... Сначала вот я, представьте, рисовать вообще не умею. Сначала надо пробовать нарисовать голову, да? Давайте я тоже. Пробую рядышком вместе с вами. Так, я буду с вас. Наша главная задача это поймать... Я потом вам рисунок свой не покажу, конечно, извините. Поймать формуция. Хорошо. Кажется, я уже что-то нарушил. Ну, я начинаю так, как мне более привычно. То есть я ловлю положение рук, допустим, складки одежды. Положение рук, складки одежды. И начинаю я линейно. То есть штрихи, тени, это дело у нас последнее. Мы начинаем с ближайшей линии. Хорошо, секундочку. Сардана, а вы как давно занимаетесь вообще этим? Вы студент какого курса? Я студентка шестого курса. И в каких, как это будет правильно сказать, жанрах вы рисуете? В каких стилях? Я почти в всех жанрах рисую. Прочитаю портрет рисовать или пейзажи. Чуть поближе микрофон. Пейзажи городские или ландшафтные. Людей тоже рисуете? Да. Вы согласны тем, что людей трудно рисовать? Труднее всего, да? Сложнее. Сложнее всего. А вы портреты уже, наверное, рисовали? Портреты, да. Как долго один портрет рисуется? Ну, смотря чем рисуешь. Вот от этого все зависит. Вот мы, кстати, рисуем не красками, а грифовыми карандашами. Да. Грифовыми карандашами быстрее рисовать. Да. Это мы лучше. Хорошо, не буду вас пока отвлекать. Продолжаем. Итак, вы уже, я вижу, начали. Что вы делаете? Я нарисовала примерно положение рук. Так, хорошо. И примерно вот пытаюсь сейчас найти конференции головы. Так, я тоже. Допустим, у нас голова не должна быть слишком большой или быть слишком маленькой. Как среди? Везде должен быть баланс. Ага. Да? В общем, да. Тоже они у нас фигурные сидящие, поэтому должны показать положение, чтобы поза была ясна. Человеку, который, допустим, будет смотреть рисунок позже, впоследствии. А я видел в самоучителях по рисованию, что рисует какие-то... Так, сначала крестик рисуется, а потом уже на его основе как-то голова. Вот тут класс. Или этим... Это если вы делаете построение, и это... Ну, как бы в набросках это будет сложнее. Сложнее. То есть легче всего в набросках именно стрихами как-то подправлять себя, да? Да. Ну, главное, когда рисуешь, так же, когда и поешь, и вообще всем, чем занимаешься, это практика, желание, как бы упорнство. Мне кажется, как человеку можно учиться. И талант тоже. Талант, да, ну, упорнство, мне кажется, будет. Упорство перекрывает, наверное, талант. Да. Кстати, ладно, я вас немножко расставлю, хорошо? Да. У нас здесь. Александра, я к вам присоединюсь. Ага, давайте. Вы актриса русского театра. Да, да. Как давно вы в театре? В театре, да. Ну, знаете, я много-много раз уже рассказывала, потому что живу уже здесь много лет. В 1972 году, 12 октября, у нас, значит, всем курсом мы решили приехать в этот город по приглашению. Министерство культуры. У нас в Красноярске, мы из Красноярска. Курсом это сколько человек? 22 человека. 22 человека приехали в республику. У нас в Красноярске, когда мы уезжали, нас долго провожали, целую неделю мы со всеми провожались, как говорится. И там была осень, такая потрясающая осень, листья шуршали, дети гуляли, родители с колясочками. Какой-то был замечательный, теплый, солнечный, прекрасный, спокойный день. И вдруг приезжаем в другая планета, холодная, невероятная. Это 12 октября. И все заснежено, маленькие елочки. И вот так смотрим, смотрим, едем, думаем, боже мой, где мы? Как будто бы где-то там рассказывали про другие планеты. И мне показалось, что это вообще абсолютно другая планета, с которой уже очень трудно выбраться. И правда, вот как я сказала, что отсюда будет трудно выбраться. И вот так я застряла, и столько лет здесь живу. Да, застряла навсегда. Так, ладно. Какая первая роль была в городе нашем? Ой, сначала, конечно, были воды. Потому что в театре осталось очень мало актеров, расформировали всех. И нас вводили в спектакли. Это был тета, ямы танцевальные какие-то там были у нас замечательных. Много-много танцев было. Вокал, танцы, потом интервенции, спектакль. Мы на три метра от сцены были огромные качели, мы на этих качелях танцевали. В общем, воды были очень интересные, нам так понравилось. Ну, нам хоть где было. Лишь бы были роли, лишь бы это вот любимая профессия. Хоть в каком городе, хоть на какой планете. Самое главное, нас смотрели. Нами восхищались. И этого было достаточно. Ладно, немножко забегу вперед. А любимая роль уже, наверное, есть у вас? У меня все любимые роли. Вы поймите, даже если у тебя... Ну, скучный ответ. Это не скучный ответ. Вы не понимаете, когда затрачиваешь столько времени на одну роль, ты же ходишь с ней, ты думаешь, ты никого не видишь, ты здороваешься, но ты не видишь человека, потому что у тебя все равно идет мыслительный процесс. Ну, как ты можешь ее не любить? Ну, есть, наверное, какие-то проходные роли, которые... Ну, ты просто их не вспоминаешь. Ну, роли всегда всем дают роли, которые ты любишь. А любимый спектакль? Ну, любимый спектакль у меня в молодости, у меня был спектакль, где я играла Любу фантазифариатива. От того, что была тема, которая мне была очень близка, тема одиночества, вот этой тоски, грусти, непонимания. Вот, может быть, из-за этого я была так привязана. А так очень нравилось. Проснусь и пой. Потому что там и вокалы, и танцы, и там такое потрясающее настроение, которое ты даришь зрителям. Может быть, от этого этот спектакль мне очень нравился. Это я говорю вам про молодость. Понятно. Вот, а сейчас, когда сейчас вот я вот в таком, так сказать, уже в другом, в другой постасе, мне очень нравятся вот характеры, о которых я всю жизнь мечтала. Тех людей, играть, которых я видела. Эти женщины, простые, обыкновенные, но такие интересные судьбы, интересные характеры, интересные чисто вот визуально, а не другие. Перевоплощение. Перевоплощение, да. Вот просто те бабки, которых я видела, я очень с удовольствием хотела бы их играть. И слава богу, сейчас так получается вот от того, что я уже другая, взрослая. Я их получаю, эти роли. Такой вопрос. Немножко за кулиси заглянем. Да. Случалось ли, случаются, наверное, какие-то казусы, что-то незапланированное? Можете об этом немножко рассказать? Ну, конечно, случается. И причем ты не знаешь, как из них выкрутиться. Во-первых, что бывает такое страшное? Вот, например, у нас был спектакль «Яма». Я почему о нем говорю? Потому что буквально недавно мы выпустили спектакль по Куприну, по «Яме». Вот как раз, но он немножечко другой. Я хочу сказать, что вот тот первый, 91-го года спектакль «Яма», который ставил Анатолий Тарасов, он тоже был о судьбах, о душе человеческой. Очень тоже интересный по-своему. Вот. И у меня там был, я играла Тамару, у меня был танец на столе. Этот стол и сейчас стоит у нас возле… Это тот же самый стол? Это тот же самый стол, который сейчас стоит у помрежи. Он огромный, овальный стол. И на нем я танцевала. Заданность была такая. Когда я спускаюсь со стола, уже надо перейти, и будет затемнение, одну ногу я ставлю на стул, и в это время затемнение. Я ставлю, я только занесла ногу, и затемнение. Я мимо стула, вот так как кувыркнулась, и, короче, шею свернула себе. И эта травма, она как бы на всю жизнь. Но почему я ее запомнила? Потому что я до сих пор мучаюсь. А с другой стороны, как быстро я схватила платок. Я не… И вот боль такая, аж голову сносит. Но я взяла платок, как все. Встала, потому что, да, мне же нужно дальше работать. Встала, дотанцевала свой танец. А потом у нас много-много батарей там за кулисей. Я встала возле батареи, почему-то начала ее греть, вот эту шею начала греть. И подошла моя партнерша, и она тоже растерла меня. Она говорит, ничего, ничего, сейчас пройдет. Это вот случайно. Но все видели, как я кувыркнулась, и, конечно, все с большими глазами. Потом я чуть-чуть полечилась. Ну, она дает о себе знать. Ну, вот такое бывает. И не только у меня была актриса, которая ногу сломала. То же самое. Она должна была, значит, перейти круг, мы идем по кругу. Поэтому она должна ногу туда, как бы, ну, перейти уже с круга, за кулиси. И вдруг тоже вот он дает свет не там, где надо. И она тоже ломает ногу. И вызвали другую актрису играть. Не самая безопасная работа, я так понимаю. Ну, да, ну, естественно, такое бывает, но крайне редко. Сразу вопрос. Я как-то спросил у одного предпринимателя, он занимался газетным бизнесом. Ну, газеты, печатал. И чем, что вы можете сказать предпринимателю, который хочет также заняться газетным бизнесом? Он сказал, не занимайтесь газетным бизнесом. Что вы можете сказать? Вы знаете, я хочу сказать, тот, кто хочет стать артисткой или актером, тот будет. А кто, кто как бы вот так сомневается, я хочу сказать, ни в коем случае. Не ходите, занимайтесь семьей, любите своих детей, отдавайте все свое время. Ну, вот понимаете, сейчас, когда я прожила, я поняла, что самое главное, это любовь к своим близким. А если к своим близким, значит, и ко всем окружающим. Понимаете, это самое главное в жизни. Прекрасное слово. Все остальное это второе. Итак, у нас есть буквально 10 секунд, чтобы показать, что у нас получилось. Можете немножко подвинуться. Итак, вот такой у нас набросок мы с удовольствием дарим вам, Александра. Ой, спасибо огромное. Дорогие телезрители, на этом наша программа заканчивается. Серегимся с вами в это же самое время, в этом же самом месте. До свидания.